Он извиняется, гений. В смысле он извиняется? Как? Подожди, реально нахуй? Я просыпаюсь от того, что мне звонит мама, и взяв трубку, я слышу. Егор, мне звонили из полиции, перезвони по номеру, который тебе звонил. И, ребята, всем доброго времени. Так, с вами снова я, Нел. И сегодня я хочу рассказать вам, как всё было на самом деле, и для чего это делалось. И давайте начнём с того, как мне пришла идея записать разоблачение. В сентябре 2022 года у меня начал очень падать актив. И с каждым роликом этот актив был всё меньше и меньше. Ролики переставали залетать в рекомендации, и, естественно, не набирали хороших просмотров. Тогда я даже не думал сделать ничего подобного. Потому что в тот момент с Домером мы общались, как и прежде, хорошо на дружеских отношениях. Так, подожди, чё он извиняется? Он сейчас будет просто рассказывать про то, как он сделал разоблачение, я? Когда меня сняли с ютуберки, я понял, что терять мне особо больше нечего. И я понял, что это мой шанс пойти по стопам Пухляша. Потому что до разоблачения Пухляша у него не было ничего, от слова совсем. А когда он начал такое снимать, ему резко взлетел и вырос. Тот момент я стоялся на слова Серёжа, который он не говорил лично, когда выложил ответ по Пухляшу. Что больше никогда он не будет давать какой-то хайп кому-то. И вообще отвечать на подобное. За пару дней я продумал весь этот план, придумал весь сценарик разоблачения, продумал всё, что я буду говорить. И я начал снимать видосы, говорить какой домер плохой. Я рассчитывал лишь на то, что мне ответят друзья Домер и сделают на эту реакцию. А сам же Домер просто проигнорирует эту ситуацию. Я смогу просто собрать просмотр, возродить свой канал и снимать ролики как раньше. Ссылаясь на то, что я его бывший друг и эти разоблачения будут смотреть даже без его ответки. На этой волне хайпа я хотел начать снимать много новых роликов, чтобы перенаправить весь этот хайп на свой канал, на себя. Но в итоге ответ Домер. Серёжа снял мне ответку на целых 40 минут и воспользовался этой ситуацией, чтобы рассказать про вайп на сервере. Меня сразу бросило в непонятки, а что мне делать дальше? Ибо этой ответки по своему плану я никак не ждал. И в каком месте, блядь, походу чел, походу реально в бан отлетишь сейчас. Чел ничего не извиняется, он просто говорит о том, то, что как он решил снять это разоблачение. То есть чел снял, сука, документальный фильм про разоблачение. ...начали обсуждать буквально сотни тысяч человек. Достаточно популярные стримеры с крича начали делать реакции на это, на свои тысячные онлайны. Их реакции на ютубе... Тысячные онлайны, я при этом сидел с Домера, там с 300 онлайна. ...набирать огромные просмотры. Ну и не только стримеры, но и в общем, реакции на мои разоблачения снимались от очень большого количества людей. Они следили за этой ситуацией, и каждой своей реакцией продвигали мой хэштег опять Неллу. Добав Домер ответил и рассказал всю правду. Дернемся к моменту, когда у меня встал вопрос, что же мне делать в такой ситуации. Ибо я даже не догадывался, что эти разоблачения наберут такие огромные охваты, и поднимут такой большой общественный резонанс. И встав в тупик после его ответки, я решил снять ролик. Главный кукловод Ютуба, ответка лицемерному Домеру. И выставить это все так, что это придумал Домер. Ой, ну ебать, он пропустил огромное количество всякой хуйни. Он же снимал пизда, дохренищие ответы. Каждому, каждому, сука, человеку из их тусовки он снимал ответки, снимал диссы, вот это все. Там дохереща, у него весь контент был построен на этом. А я просто работал по сценарию. Я таким образом хотел поднять свой актив и оправдать свое имя, чтобы меня не хейтили. Но это сделало еще хуже. И в итоге эти события выпали на очень сложный период в моей жизни. Последствия и большие проблемы. Подожди, по сценарию, все-таки он как по сути признается, что по сценарию. Они не смогли снимать много новых роликов, как это и планировалось. Охренеть. С валенцами голову, как минимум моральных проблем. То есть он решил сделать это? Ну, в принципе, я говорил то, что у него вариант есть такой, но сейчас именно... Не давали мне спокойно жить. На меня обрушился огромный хейт и поддомер, а проверк все то, что я придумал. Если посмотреть на это все реально реалистично, то все, что я говорил, это действительно брехня. И многие подписчики домера после моей ответки это понимали. Три мы на моем канале стали набирать чуть хуже, чем было до этих разоблачений. Ролики на моем канале из-за резкого спада перестали продвигаться. Число моих... Да, не может быть. Лайков 95% упало до 60%. Не может быть, как это произошло, да? И ниже. К примеру, раньше на ролике у меня могло быть 2000 лайков, но с показателем, который сейчас, их на 700-800 меньше. Дизлайки, можно сказать, заполонили мой канал. Жалко, очень жалко тебя, правда. Ну иди, сними еще одну постанову разоблачения с этим с домером, чё нет? Президай, тебя жалко, брат. Полиция, они, наверное, тоже с домером, да? Из-за того, что мне звонит мама, и взяв трубку, я слышал. Егор, мне звонили из полиции, перезвони по номеру, который тебе звонил. Я, естественно, только проснулся, я еще ничего не понимаю. Захожу вызов и вижу несколько пропущенных от одного номера. Перезвонив по этому номеру, мне сообщают, что от моего лица на почту МВД пришло письмо, в котором указано мое имя, фамилия. К слову, фамилия написана в этом письме, была написана неправильно. А также, мои номера. Что за письмо, я расскажу вам чуть позже. Тоже день, ко мне приехали, оперуполномоченный следователь, взяли мои показания по поводу этого и уехали. Но на этом все не закончилось. В час ночи мы с мамой просыпаемся от того, что к нам в дверь, грубо говоря, ломятся. Ну, очень-очень-очень сильно стучат. Открыв дверь, оказалось, что к нам приехали уже с другого отдела полиции, но по практически схожей ситуации. Также оперуполномоченный следователь взяли мне показания. В общем, рассказав это все, а я уехал. А теперь давайте все-таки вернемся к главному. Эта ситуация попала в сми моего города, в новость. Вы ко мне написала девочка по этому поводу. Оказалось, что я взяла у меня интервью, я ей объяснил это то же самое. Потому что я никогда не планировал и никогда не занимался тем, что писали в этих письмах. А в одном из пабликов моего города, ничего мне не написав, ничего не уточнив, напрямую написали номера принадлежащие такому-такому-то. То есть они это выставили как будто. Номера действительно всю жизнь были на мне, что эти номера действительно были на ком-то из моих родных. Потому что два номера, которые были указаны в этих письмах, были всего лишь... Ну, короче, его подставили. Так, подожди, я хочу прочитать эту херню. Красноярского стримера использовали приложенном минировании школы. Злоумышленники использовали данные Красноярского стримера Егора Саламатова в письмах с угрозами взрыва школы. Ебать. Ну, так ты это и теряешь, ты сам говорил об этом. Ну, да, диспостава, конечно, но по сути цветах теряешь ее. То есть ты не готов ее потерять вот так, но при этом ты не видишь, что ты тоже самое делаешь с этими разоблачениями. Чего, бля? Подожди, он же говорил до этого по сценарию. Мужик, ты, ты, походу, сейчас ряной пермач словишь. Чего он не говорит о том, что вот это все, это постанова очевидная? Он говорит о том, что, ну, он пытается закрыть конфликт и извиниться перед ним. Это вообще другая история. Это как будто продолжение конфликта какого-то. Ну, или типа пытка ее закрыть, не говоря о том, что это постанова. Так он извинился так похуй. Всем, это, говорю, извинения здесь поебать. Он извиняется перед обером, когда очевидно, что они так нормально общаются вместе. То есть самый главный тейк людей, это постанова сраная. Мне помогали отвлечься от каких-то скопленных за время проблем, просто проводя время с вами и забывая об окружающих меня проблемах. Это действительно незабываемые эмоции. Я действительно поступил очень неправильно. Может и поспешно, потому что, кто знает, вдруг бы мы с тобой списались, вдруг бы в тебе угас какой-то пыл ко мне, из-за которого ты сделал это решение. И мы бы с тобой решили все без вот этих разоблачений. Мне очень жаль, что я осознал это только тогда, когда попал в такую проблемную ситуацию. Сразу же скажу, я не надеюсь... Подожди, еще главный, не помню, он же сказал, что по сценарию работал вот здесь, или я что-то прослушал. Какое возвращение на сервер? Но если ты сможешь меня хотя бы простить, мне уже будет легче. Вы, ребята, простите, что я так нагло вешал вам лапшу на уши, а вы многие верили мне. Я абсолютно понимаю, что большинство из вас ненавидят меня, относятся ко мне плохо, и это нормально. Я не могу по щелчку пальца вот так вот заставить вас относиться ко мне как ранее, потому что всю эту кашу с разоблачениями заварил я сам. Не кто-то из вас, не домер, только я. Но те, кто смогут меня прости, простите, пожалуйста. У меня все. И не забывайте, что игра не снимает. Ебать, он просто... Я вообще не понял. Он решил просто взять на себя весь огонь, чтобы закрыть эту ситуацию. Ой, боже мой, какая же это все херня.